Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень простая, вкусная и быстрая новогодняя закуска. Мы будем готовить фаршированные шампиньоны в духовке. Это блюдо делается всего 10 минут, потом вы убираете его в духовку и идете заниматься другими делами. Шампиньоны очень хорошо моем под краном, просушиваем бумажным полотенцем и удаляем из грибочков ножку. Это делается очень легко, но ножку нужно слегка надавить и прокрутить ее по часовой или против часовой стрелки. Тогда она удалится аккуратно. Как видите, самые первые попытки у меня были не очень удачные, не особо красивые. Перекладываем грибочки на тарелку и пока что убираем в сторону, они нам понадобятся позже. Мы приготовим начинку. Мелко рубим чеснок или раздавливаем его с помощью ножа или специального пресса, как вам больше удобно. Затем мелким кубиком нарезаем ветчину. На запах ветчины, конечно же, пришла наша любимая подружка и звезда всех моих видео. Пришлось ее тоже немножко угостить, иначе она просто не давала готовить. Ветчину нарезаем кубиком и, в принципе, вы можете экспериментировать с начинкой, добавлять в грибы ту начинку, которая вам больше всего нравится. Здесь нет каких-то определенных правил. Просто мне кажется, что ветчина нежная, сытная и она отлично сочетается с шампиньонами. Перекладываем ветчину в блюдо, туда же добавляем чеснок и шарики моцареллы. Если шарики маленькие, то их резать не нужно. Если моцарелла у вас классическая большая, то ее нужно порубить на мелкие кубики. Все, наша начинка готова. Теперь берем форму для запекания, смазываем ее небольшим количеством любого растительного масла, выкладываем наши шампиньоны. В шампиньоны с помощью чайной ложки накладываем начинку. Кстати, обратите внимание, что дополнительно начинку и грибы я не солила, но это лишь на мой вкус. Если вы любите более соленую начинку, то добавьте немножко морской или обычной соли. Запекаем грибы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Друзья, уверена, что эти грибочки вам тоже очень понравятся, тем более, что с начинкой можно экспериментировать до бесконечности. Главное, на мой взгляд, лучше всегда использовать не твердый сыр, а именно сыр моцарелла. Так получается намного вкуснее. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будет еще много-много всяких интересных рецептов. Продолжение следует...